Приветствую вас. Давайте мы с вами разберёмся с тем, что вы написали. Мария, Мария, вы говорите, помогите, пожалуйста. Помочь вам чем? Мария, вы пришли к нам на ресурс, да? Мария, вы пришли на ресурс, на форум, и задаёте свой вопрос на форуме. Задаете свой вопрос на форуме, довольно краткий, буквально несколько строчек. По факту, по факту, не раскрывая, ну, скажем так, причин, да, не раскрывая причин своей проблемы, по большому счёту. То есть, вы пишите, что последние три месяца плачете, а теряете вес. Ну, понимаете, вы не даёте полной картины того, что с вами произошло, или продолжает происходить. Вы не даёте полной картины, целой картины вы не даёте. И, соответственно, вопрос, в какой, какой помощи вы хотите тогда получить от нас? Если вы не рассказываете нам, что у вас за проблема возникла, понимаете? Потому что мы не можем помочь, не зная всей картины, не зная всей ситуации. Так? Мы даже не можем понять, что с вами. Только по, значит, ну, по симптомам, которые вы описываете. Ну, это просто симптомы, это просто следствие. Это не может быть первопричиной. Я надеюсь, вы понимаете. Вот. То есть, это первый момент. Какой именно помощи вы хотите? Дальше. А последние три месяца пищевые я плачу и теряю вес. А, ну, значит, помимо стандартного, того, что нужно, нужно выяснить, что случилось три месяца назад, что вас так поразило, да, что вас так выбило из душевного равновесия. Помимо этого, нужно еще сказать, что не плачь, не потеряй в весе, в весе, точнее, не является синдромом, симптомами депрессии. Скорее, это невроз, может быть. Это более, ну, более подходит под ваши описания. Вот. Но психолог не врач, чтобы ставить диагноз. Диагноз ставится только очно и только врачом. Вот вы говорите, что у вас депрессия, да, но откуда вы это знаете? Для чего занимаетесь самолечением, для чего занимаетесь самодиагностикой? Зачем? Далее, вы спрашиваете, как бороться? Типа, депрессия. Понимаете, вот мне кажется, мне кажется, что вы так всю свою жизнь поступаете. То есть, боретесь, грубо говоря, вот, прямо, постоянно боретесь, как мне кажется. А борьба это что такое? Борьба это подавление, ведь. Это подавление своих желаний. Подавление своих чувств. Вот что такое борьба. На самом-то деле. И, допустим, вы подавите свою депрессию, да, допустим, если она у вас есть, и ее не будет, вы так думаете? Нет, она будет, потому что у нее есть причины. И причины не надо подавлять. Причины нужно раскрывать. Именно раскрытие причин и является самым необходимым. На самом-то, на самом-то, на самом-то, на самом-то, для вас и при депрессии с нее не борются. Ее раскрывают желаниями, которые есть у вас, потребности, которые есть у вас, они раскрываются. С ними проводится работа. Их учатся удовлетворять. Ну, люди, я имею в виду. Вот. И только так происходит работа. А борясь с этим, вы по факту ничего себе хорошего не делаете. По факту вы только лишь усугубляете свое состояние, состояние еще больше, тем, что вот побарываете что-то. Поэтому, поэтому, позвольте себе порегрессировать, но только с психологом, чтобы это было корректно. И определите, что заставляет вас, точнее, не то заставляет вас, а по какой причине вы плачете и набираете вес. То есть, слезы, это жалость к себе. Почему вы себя вилеете и занимаете позицию жертвы? То есть, занимаете с себя ответственность. А заедание, это потребность в любви. То есть, вам не хватает любви, вам не хватает внимания, вам не хватает тепла, вам не хватает ласки. Но означает это, что вы, скорее всего, себя до конца не принимаете. Означает это, что вы, скорее всего, обесцениваете себя осознанно или неосознанно. Но это происходит. И таким образом, нужно избавляться от этого самого деструктивного отношения к себе. То есть, смотрите, за слезами кроется желание, да, ну, желание снять с себя ответственность, например. За едой, за набором веса кроется потребность в любви и потребность в защите. Ну, то есть, вы чувствуете себя лучше, когда, ну, вот, заедаете, да, вы чувствуете себя комфортнее. Вам легче становится. То есть, ну, грубо говоря, на какое-то время. Вот. И у этого тоже есть причины. На самом деле. То есть, у подобного поведения есть причины, есть потребности, есть желания. Их нужно раскрывать, а не подавлять. Позвольте себе хотеть того, чего вы хотите. Позвольте себе желать того, чего вы желаете. Ага. Посмотрите на то, что запрещает вам свободно это реализовывать. Да. Что сужает, как бы, что сужает, причем необоснованно сужают средства для реализации того, чего вы хотите. И, значит, подумайте, что привлекает вас в этом, в этих средствах. То есть, почему только они, например, чтобы быть счастливой, да, допустим, чтобы быть счастливой, а мне нужно, там, грубо говоря, быть с кем-то, да, или, чтобы быть счастливой, грубо говоря, мне нужен, там, семья, ребенок, допустим. Вот. Вот эти стереотипные такие представления, они вам только мешают. Но, опять же, ну, у них есть основания, у них есть природа, у них есть, в общем-то, причина, и эта причина, и не что иное, как ваше убеждение, ваше убеждение относительно того, как и что нужно реализовывать и получать. НУЖНО! А КОМУ НУЖНО? ВАМ? Вряд ли. Вот именно потому что НУЖНО, вы и пребываете в этом состоянии, в состоянии депрессии. Если оно у вас есть, то, что это депрессивное состояние, да, возможно. А вот депрессии или нет, это еще нужно выяснить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.